Добрый вечер! Огромное спасибо, что пригласил меня выступить. Знаете, я бы хотел в совсем другом ракурсе построить свое выступление, поскольку я действительно везде учился. Тоже закончил студии, художественные школы, художественные училища, тот же самый Суриковский институт. Стажировался много лет в конструкционном центре «Звебаря» и сейчас в Суриковском институте преподаю целый ряд дисциплин и руковожу в мастерской реставрации живописи. И скажу, наверное, совсем в другом ключе, чем отец Леонид. Для меня на самом деле искр Божия, талант – это и есть знак Бога. И я бесконечно благодарен любому произведению искусству. И тому импульсу, который исходит из талантливого человека. Для меня очень важна экология культуры, экология самого человека. И вот в самой вере я вижу парадоксы диалога человека с человеком, диалога человека с Богом. И мне кажется, что Бог очень здорово удивляется человеку, его поступком. Мне кажется, что этот диалог продолжается. Собственно, если говорить очень конкретно, то мне думается, что, безусловно, Андрей Рублев – величайший авангардист, и Феофан Грек, и Дионисий. И вот совсем конкретно говоря, мне кажется, проблема существует вообще с культурой, с природой, с человеком, и вот просто с той трагедией, которая происходит с населением, страной, с телевидением, вообще со всем. Если говорить о церковном искусстве, об искусстве и о творчестве, то я лично предпринял целый ряд попыток успешных выставок художников, которые верят и работают в этом ключе. На сегодняшний день, например, в Театре Васильева, который проводит выставки религиозного искусства, показывается такой известный художник, выдающийся, современный, с всемирной славой Александр Давыдович Корнауков. Пожалуйста, сходите все на его выставки со своими учениками, там мозаики, фрески, очень высокий уровень и творческий, и технологический, и интеллектуальный, и искусствоведческий. Это целое, так скажем, сообщество. У него 55 учеников, насколько я знаю, действующих в квартире, и мы делали его творческий вечер. Я лично сделал несколько выставок в музейном комплексе отца Александра Мени, с 1994 года мы его создаем. Там я представлял в том числе и Корнаухова, и Феликса Буха, человек, который также работает в мозаике, но очень камерно, очень личностно. Георгия Полосова, фотографа, Сергея Бессмертного, фотографа, Нину Кибри, которая делает просто вязаные иконы, Анну Замула, Марию Орлову. Ну, мои работы тоже были. Поэтому для меня личное творчество, самовыражение – это вещь, которая говорит и о человеке, и о Боге. И здесь, конечно, существует абсолютная гармония. Если говорить о том, что отец Леонид рассказал о выставках, это тот же разговор о церкви. Церковь не приглашает хороших художников, не дает им заказы, не приглашает хороших архитекторов, не направляет потоки денег туда, куда надо. Очень просто. Что касается современной выставочной деятельности, она в руках, так называемых, кураторов, на мой взгляд, ни одного способного человека нет. Такое сборище по-дому, просто бандюр, как любезти. Поэтому вообще об этом нельзя говорить. Это просто как бы и страна, и все направления, в том числе и выставочные, они просто в руках неспособных людей, которых надо отстранять. Это вопрос руководства страны, Министерства культуры, Министерства образования и так далее. Теперь коснусь немного педагогики, поскольку мое выступление, оно, в общем, ответ предыдущему оратору. О педагогике скажу. Вот я не могу все-таки в студентах и в своих подопечных, молодых, родить вот это чувство соперничества. Мы рождаем неконкурентоспособных, вообще неспособных, неспособных не противостоять людей, не самовыражаться. Мы ничего извлечь не можем. Какая-то аморфная, такая прозябающая масса. Вот у нас 600 студентов, там 300 педагогов, еще прошло сколько. Мне кажется, что это нами, системой, загубленные люди. Если говорить о союзе художников, это десятки тысяч человек. Я работаю, я вам несколько имен привел. Да, действительно, несколько имен может быть. Это таланты, и мы им должны быть речь. Здесь говорить, может быть, о иконописи. Мы все знаем отца Георгия Круга, Машки Юлианин, отца Зинона. Вот это несколько человек, и вот это ей действительно и искусство, и церковное искусство. Конечно, вы все, наверное, помните выставку Лазаря Гадаева, которая за прошедшие годы стала самой посещаемой выставкой современного искусства в мире. И в мире. И директор Третьяковской галереи сказал, не только Третьяковская галерея делает имя и почет вот этому мэтру, но и само имя Лазаря Гадаева делает честь Третьяковской галереи. Это вот целый зал библейских работ, понимаете. Художники говорят о Библии, будут говорить о Библии. И говорят о себе, и все, что происходит, конечно, все в руках Божьих. И все мы, конечно, в той или иной степени одарились. Поэтому мне думается, что я бы все-таки сказал так, что, безусловно, нам очень дорог человек, что в нем, все, что с ним происходит, и я в этом вижу действительно Божий промысел. Поэтому, безусловно, склоняюсь перед тем даром, который есть у кого-то. Но дара немного. Когда мне спрашивают, а много ли было таланта? А это, вы знаете, я ни одного таланта, и у человека не встретилась судьбой. Ни одного. Понимаете, талант – это редчайший дар. Редчайший дар. И я к нему отношусь просто с благоговением. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо.